Привет! Кто не знает, наверное, много кто не знает, короче, у меня проблемы очень большие со здоровьем, в полной связи с рукой, у меня порезаны сухожилия и рука не работает, у меня, в общем, операции на операции будут назначены. Короче, ладно, не суть, на самом деле, я просто не могу никакой деятельностью заниматься, нормально и очень сложно, вот, и я решил порезитировать на чужом контенте, вот, я так в халате, так сказать, с чулком натянутым на на пяльце, вот, так вот, по-домашнему, соответственно, будем смотреть YouTube, YouTube, который блокируют, но будем смотреть YouTube. Короче, в чем смысл данного видео, в чем смысл данной рубрики, я так думаю, она у нас задержится. На шел 2024 год, люди, занимающиеся музыкой, до сих пор не прочитали ни одной полезной книги. Полезная книга, например, это книга Боба Овсински, настольная книга звукорежиссера, да, вот, очень полезная книга в том плане, что вы ее читаете, и на самом деле этого хватает за глаза. В общем, мы будем смотреть чужие видео и разбирать чужие ошибки восприятия, тех, кто учит, конечно же, тех, кто именно учит, да, мы не будем брать тех, кто просто что-то делает, какой-то процесс, а именно тех, кто учит, так сказать, обзор учителей YouTube. Поехали. В общем, видео мне прислал Юр Бурма, ну, точнее, как он его, он его не прислал, он его просто скинул забавно, и я решил, что, а почему бы нет? Я не сначала начну, значит, здесь человек позиционирует себя как переподаватель, ну, или как блогер, который будет рассказывать, что же такое все-таки сведение, и давайте смотреть, что же такое все-таки сведение. И сочно. Нам необходимо развести ритм гитары по панораме, но не на 100% вправо и влево, а так, чтобы не получилось противофазы. Разведем на 80%, переведем гитары в соло звучание, и включим на мастер-шину спектроанализатор Voxenga Span. Обратите внимание, что показывает нам коррелометр. Если его шкала опустится до минус единицы, это значит, что у нас противофаза, то есть при проигрывании нашего трека в моно, например, с телефона, какие-то звуки просто не будут звучать. Смотрите, если у вас коррелометр опустится до минус единицы, у вас вообще никакие звуки в моно не будут звучать. Сегодняшние реалии таковы, что очень часто делается такой звук, который в моно звучать не будет, ну, или будет звучать не очень. Нам важна моносовместимость внизу. Внизу — это самое главное, да, чтобы у нас на большом звуке, когда у нас есть сабвуфер и так далее, ну, или вообще, ну, в общем, на большом звуке, чтобы у нас не было проблем с пропадающим басом. Вот, все, что касается моносовместимости выше, ну, низа, на это уже все давным-давно кладут болт. Конечно, клево, если вы делаете широкий микс, и при этом он у вас и в моно имеет классную моносовместимость, но как бы, да и хрен бы с ним. Это, в общем, просто на всякий случай, вот, и если вы разводите гитары туда-сюда, они все равно будут в моно, да, дабл-трек все равно будет в моно звучать крайне странно. Нам это не нужно, поэтому добиваемся того, чтобы шкала акрилометра колебалась в пределах от нуля до единицы. Кстати, добиваться он так и не показывает. А теперь очень внимательно, что он сейчас будет делать. Значит, он говорит о том, что мы переходим к предварительному балансу трека. Проблема номер один. Выпирающий бас. Откроем микшер, понизим громкость баса. Проблема номер два. Тихие ударные. Не будем ничего менять, объясню почему. Когда займемся сведением барабанов, за счет компрессии они станут гораздо громче. Громкость ритм-гитар настроим так, чтобы шкала громкости показывала минус 18 децибел. Можно чуть меньше. Ритм-гитар. Чуть громче ритм-гитар. Короче, он делает, значит, слушает микс и такой говорит. У нас бас громкий. И он его понижает. Понижает его на 7 с лишним децибел или на 8. Почему он на 8 децибел понизил, непонятно. Соответственно, дальше он понизил электрогитары, ритм-гитару, прошу прощения, до минус 18 децибел. А лид-гитару сделал громче. При этом при всем он не прослушивал микс. Вот. Вообще не прослушивал микс. Суть вот такая. Вот такая. Что как можно выстроить балансы, не слушая микс, я себе вообще не представляю. Но да ладно. Сведение примерно такой же, как и порядок записи инструментов. Переходим непосредственно к сведению. А вот теперь самая главная проблема. Дело в том, что почему-то в 2024 году люди до сих пор не понимают, что такое сведение. На английском сведение звучит как микширование, ну, миксинг, да. И первоочередно вообще сведение — это сведение по балансу. То есть то, что он делал в самом начале, вот это вот слепое балансирование, это, в общем-то, и есть то самое сведение. Сведение — это не компрессоры. Сведение — это не эквалайзеры. Сведение — это первичный, в первую очередь, это баланс. То от того, как вы выстроите баланс и, соответственно, панорамирование, у вас будет выстроена сцена. И это самое главное, что есть в сведении. Потому что если вдруг вы криво выставили балансы, и у вас, например, будет торчать какой-нибудь инструмент, ну, предположим, какая-нибудь там гитара, вы как ее будете вообще эквализировать? Ну, то есть вам будет казаться, например, что у этой гитары, ну, предположим, много верха. Вы будете этот верх, соответственно, что его, сжирать? Но нет, просто если вы первично построите баланс, на самом деле, да, сделайте ее потише, возможно, вы поймете, что проблем с частотами у нее нет. Зачастую, когда вы эквализируете инструмент, и на инструменте вы начинаете задирать, предположим, 5 килогерц или там 6 килогерц, начинаете прям задирать прям сильно, вы понимаете, что классно, когда вот 8 я сделал там децибел. Это очень часто происходит из-за того, что у вас инструмент ниже по громкости, чем ему требуется. Вы что делаете? Вы когда задираете, читая там 2, например, килогерц или 3 килогерца, это значит, что вам не хватает присутствия. А если нужно добавить присутствие, то попробуйте просто сделать инструмент сам по себе погромче. Вы таким образом не вмешаетесь в его тембр, да? Вот. Ведь все-таки у нас сведение какое бывает, да, ну, точнее, сведение, эквализация, бывает двух типов. Первое, это, ну, скажем, давайте, ладно, даже трех типов. Первое, это такая фильтрация, да, когда, извиняюсь, когда мы срезаем какие-то, ну, лишние частоты, которые не должны в инструменте присутствовать, да, что достаточно важно. Второе, это тембральное, то есть мы понимаем, что вот мы прослушиваем вокал, да, и вокал нам кажется, ну, недостаточно искристым или нам кажется он каким-то раздутым снизу. И мы балансируем, да, мы делаем его пониже. То есть мы делаем вокал таким, каким мы его хотели бы слышать или каким вот мы его слышим, когда с нами вокалист в помещении разговаривает, вот каким мы его ухом слышали там, да, и так далее. И вот есть техническая вот эта эквализация. И вот как раз техническая эквализация, когда вот вы прям слушаете инструмент в миксе, вы понимаете, что он не пробивается в миксе, и вы начинаете ему надувать 200 Гц и 2 кГц, это значит, что вам не хватает присутствия. И в первую очередь вам хватит присутствия, если вы просто сделаете его громче. Но громче не на 10 дБ. Да, просто бывает такое, что почему-то фейдер громкости крутит, типа там плюс 3, минус 5. Да, вот это вот еще баланс. Нет, когда вы балансируете инструменты, нужно пробовать на пол децибела поднять, децибел один поднять. Обычно этого хватает для того, чтобы инструмент стал лучше слышно. Поэтому для того, чтобы вообще мышкой не пользоваться, потому что мышкой бывают очень часто такие размашистые движения получаются, вы возьмите, назначите на ход кей себе, на горячие клавиши, например, там Alt плюс стрелочка вверх или стрелочка вниз, поднятие громкости фейдера, например, на 0,5 децибела или на 1 децибел. И таким образом вы сможете балансировать инструмент более точно. И вообще, если вы научитесь балансировать, поверьте, насколько легче станет жить, насколько легче станет обрабатывать инструменты. Ладно, едем дальше. Порядок сведения примерно такой же, как и порядок записи инструментов. Сначала ударные, затем бас, потом гитары и другие инструменты. Вокал, если он есть, записывается и сводится в последнюю очередь. Ху-е-та. Почему? На самом деле, если вы начнете сведение с барабанов, с баса и так далее, ну, точнее, здесь, видимо, имеется в виду обработка инструментов, чего может у вас произойти? И, скорее всего, произойдет. У вас произойдет следующее. Вы будете накачивать звук ударных, бас, звук гитар. Он у вас, все, у вас минус будет звучать клево. А места для вокала там ни херашечки не останется. Его там просто не будет. Вот. Поэтому нельзя вот настолько тупорога подходить к сведению, что типа сначала мы занимаемся этим, потом этим, потом этим. Заниматься надо всем комплексно. Мы обрабатываем инструменты. Мы можем начать с ударных. Но вам всегда надо прослушивать микс целиком. Нельзя никогда солировать инструменты и обрабатывать их вне микса. Ваша бочка, на которой вы, он сейчас, вот что он сделает. Итак, переведем наши барабаны в режим соло. Вывести. И комнаты. Будем проводить с помощью плагина. Эквализацию бочки, как, впрочем, и остальных инструментов, будем проводить с помощью плагина TDR Nova. Открываем его. Сперва установим фильтры высоких и низких частот. Бочка – самый низкочастотный инструмент в нашем миксе. Поэтому для нее оставим больше низких частот. И срежем ее до 35 Гц. Но установим фильтр в положение 35-40 Гц. Так как все, что ниже этой частоты, является суббаз артефактами и ненужной мутью. Теперь найдем основную частоту бочки. Она чаще всего находится в пределах от 40 до 80. Небольшой совет. Резать низ, а 24 дБ на октаву не надо. Мне не обязательно. Низкие частоты можно вполне себе резать и 6 дБ на октаву, и 12 дБ на октаву. 24 дБ на октаву – это перебор. Это так нужно резать, когда нам нужно от чего-то серьезно избавиться. Но это перебор. Дело ваше, конечно. Ти Герц. И подчеркнем ее небольшим усилением с узкой полосой. Чтобы обозначить так называемый высокочастотный шлепок бочки, характерный для рок-музыки, поднимем также в районе 2,5 кГц. Теперь вырезаем низкую середину в районе 150-200 Гц широкой полосой. Высокие частоты обрежем от 15 кГц, оставляя этот диапазон тарелкам. Готово. Теперь добавим в инсерт плагин-компрессор. Я пользуюсь компрессором. Да, короче, про эквализацию. Эквализировать бочку в соло можно, но обычно это нужно для того, чтобы удалить из нее... Ну, бочка живая, она часто может где-то гудеть. Ну, понятно, в общем, да, что-то может резонировать в ней. Но бочка и бас – это являются такими двумя связующими, как бы... Это практически единый инструмент. Что он, блядь, сделал? Он поднял фундамент у бочки, понятно, окей, хорошо. А потом нахрен вырезал у нее весь низ. Здесь, по сути, это как бы место баса. Ну, вроде как. Но дело в том, что сложно сказать, какой тембр у баса. Ну, сложно, правда, сказать. И вот таким образом, вот с такой эквализацией, бочка... Бас может полностью закрыть бочку, и бочка будет просто таким низкочастотным пинком пробивать, но у нее не будет вот этого удара. Короче говоря, ее вообще нахрен не будет слышно на большинстве бытовых акустических систем. Потому что бытовые акустические системы чаще всего воспроизводят, ну, где-то от 80 Гц. Вот. Это хорошо, если от 80 Гц. И то там, скорее всего, помойка будет, и куча искажений. Поэтому на бытовой какой-то акустике подобная эквализация будет звучать просто отвратительно. Вот. Бочку не будет слышно, от нее будет слышно только вот этот вот щелчок. Во-вторых, эквализация бочки должна происходить желательно, чтобы она происходила вместе с басом. Конечно, когда у вас дохренища опыта, и вы понимаете, как должна звучать бочка, вы уже там кучу бочек проэквализировали, вы уже понимаете, как вам быстро там что-то накрутить, и как она должна звучать. Но я что-то очень сильно сомневаюсь, да, что в данном случае человеку хватает опыта вот так вот быстро нарулить бочку. Но мы, я, кстати, результата не слушал. Вставляю этот диапазон тарелкам. Готово. Теперь добавим... В чем тут, блядь, тарелки? В инсерт плагин компрессор. Я пользуюсь компрессором, встроенным в мою звуковую карту. Вот он. Что вообще такое компрессор? Это реальный или виртуальный прибор? Я думаю, не будем слушать такой компрессор, да, все знают, а тут сейчас начнутся настройки. Далее нужно настроить Ratio. Это соотношение, определяющее степень сжатия сигнала, превышающего заданный нами ранее порог. Выставляем среднее значение, равное 3 к 1 или 4 к 1. Наша цель, чтобы компрессор сжимал от 3 до 6 дБ. Это показывается на данном индикаторе. Другие важные параметры компрессора. Атака и релиз. Атака – это промежуток времени в миллисекундах, который пройдет прежде, чем компрессор начнет сжатие. Варьируя время атаки, мы определяем звучание и характер нашей бочки. Установим значение в 0,5 миллисекунд. Вообще, совет. Все компрессоры очень различны, так что не старайтесь запомнить какие-то цифры. В другом плагине при тех же настройках можно получить... Что такое 0,5 секунд на бочке? Миллисекунды. 0,5 миллисекунды. Что такое на бочке? Это убить нахер у нее всю атаку. А помимо всего прочего, почему он компрессирует именно минус 6 дБ у него компрессии, я не совсем понимаю. В общем, короче, это просто компрессия ради компрессии. Вот мужики в интернете компрессируют бочки, и я тоже буду компрессировать бочку. Совершенно другое звучание. Главное понять принцип и ориентироваться на свой слуховкус. Далее установим релиз. Это время, спустя которое компрессор как бы отпускает, прекращает сжатие. Релиз – это параметр, зависящий от темпа композиции. Я настраиваю его следующим образом. Нам нужно так его отрегулировать, чтобы шкала индикатора возвращалась в 0 ровно перед следующим ударом бочки. В моем случае это 225 миллисекунд. Переходим к малому или работе. Короче, во-первых, да, это, ну опять, это компрессия без прослушивания. Непонятно, как будет эта бочка звучать в миксе. Потому что, ну, когда он включит весь микс, велика вероятность того, что бочку просто перестанет. Ну, нельзя будет слышать, она перестанет вообще звучать. И поэтому он будет потом отпускать эту атаку или релиз, или что он там будет с этим делать. Во-вторых, я все-таки нарисую. Значит, вот у нее было тело, вот, да, ну, предположим, у нее есть атака какая-то, да, и вот у нее там есть какое-то тело. Ну, обычно как-то вот так бочка выглядит. Он ее компрессирует, компрессирует ее с достаточно длительным релизом, на самом деле, да, ну, типа под ритм, все дела. И что происходит дальше с этой бочкой? У нее сжирается атака, она, на самом деле, все равно остается. И компрессор, он же, ну, там, атака бывает разная, она может прям резко вот так вот сжирать, она может чуть-чуть более линейно работать. В общем, не знаю, например, она вот так вот сожрала атаку и сожрала, нахер у него, она все равно выделила как бы немного, но она стала такой, больше транзиентной, да, вот. И потом вот происходит часто вот такое вот с бочкой. То есть у нее тело сожралось, прям сожралось. Вот. Компрессировать бочку вообще для того, чтобы вот как бы компрессировать ее так, как ваншотно, надо все-таки в миксе, потому что что может быть? В итоге до компрессии, до компрессии, если будет у нас играть еще здесь бас, бочку, возможно, было хорошо слышно, но ей не хватало атаки, да, ну, чуть-чуть не хватало, она не очень, может, хорошо пробивалась, но в целом тело ее было слышно. А сейчас, скорее всего, после такой компрессии тело у бочки не будет слышно. Видите, я такой, скорее всего, он даже не показал, то есть непонятно, как она с басом будет звучать. То есть, скорее всего, ее не будет слышно. И здесь, если все-таки нужно атаку сделать побольше, то, ну, для этого необязательно использовать компрессор. Есть более интересный способ. Ну, во-первых, это параллельная компрессия, а во-вторых, можно просто добавить какой-нибудь envelope shaper, да, или transient shaper, который просто выделит эту атаку, вы можете там отрегулировать и время, и так далее, и тому подобное. Короче, в общем, для этого можно другие приборы использовать. Во-вторых, все-таки в 2024 году, ну, если уж вам бочка не нравится, да, как-то она не очень пробивается, то можно ее не только компрессировать или эквализировать и так далее, а можно вообще-то примешать к ней какой-нибудь через trigger sample, вот, чтобы у нее было лучше звучание. Ну, как бы, типа, это более выгодно будет. Вот, то есть, скажем так, досинтезировать бочку. Вот, а вот такая вот бездумная компрессия в минус 6 дБ говорит просто о том, что бочка у него, вот она взяла просто и сожралась. Вот, сожрался у нее пинок. В общем, я не слышал, он не показывает, но смысл, короче, такой. Переходим к малому или рабочему барабану. Начинаем с эквализации. Вырежем все низкие частоты практически вплоть до основной частоты. Да, еще надо понимать, что у разных компрессоров, извиняюсь, у разных компрессоров, у них по-разному работает релиз. То есть, у какого-то компрессора релиз отпускается вот так, у какого-то линейно, у какого-то вообще вот так отпускается, да. И поэтому, не слушая, не слушая в материале, очень сложно понять, а что у тебя там в итоге накомпрессируется. Вот, потому что релиз у тебя, ну, есть разница, да. У нас вот так вот громкость восстановится или у нас вот так вот громкость восстановится, да, или вот так она восстановится. Есть разница. Во-вторых, вот эти все показания, то, что он говорит, что он смотрит на индикатор, да, и что у него, значит, возвращается сигнал там за 250 миллисекунд. Надо понимать, что, например, есть компрессоры, ну, во-первых, вот эти показания еще неизвестно, что нам показывают, потому что если мы видим глазами, что звук вернулся, он на самом деле может еще не вернуться, потому что зачастую все эти индикаторы показывают нам среднюю громкость, да, и если у нас с вами ВУ-метр со стрелочкой, у него, например, там 50 миллисекунд, если не ошибаюсь, RMS, то есть ту глубину компрессии, которую мы видим, она на самом деле больше, чем нам показывает стрелочка, как в том числе и звук возвращается, возможно, быстрее, чем мы видим это глазами. То есть все эти приборы нам просто подсказывают, чуть-чуть подсказывают, мы видим глубину компрессии, но привязываться визуально к тому, когда возвращается компрессия, не возвращается, нет. Компрессию нужно слушать, ну, типа, не надо в нее смотреть, ее нужно слушать, вот. Вырежем все низкие частоты практически вплоть до основной частоты, которая равна примерно 150-250 Гц. В общем, вы понимаете, да, что делает человек? Человек просто берет и режет, он даже не слушает, он даже не слушает, он просто режет. Зачем срезать у снейра? Я не слышал рабочего барабана, вот. Но зачастую вот такой вот срез, который он сделал, зачастую здесь у малого барабана вообще-то есть еще нужные частоты. Во-вторых, когда вы срезаете настолько близко к рабочей частоте, у вас здесь появляются фазовые искажения. Ну, фазовые искажения, если проще говорить, да, давайте так. Так, у нас с вами есть эквалайзер, у него, например, есть три полосы, вот. И если мы, например, здесь вот что-то режем, да, что происходит? Вот здесь, например, у нас 100, ну, или там сколько-нибудь там, 180 Гц, а вот здесь, например, 3000 Гц, что произойдет? А произойдет следующее. Извиняюсь, отвлекли. Так вот, произойдет следующее. Так как вот эта частота у нас находится под фильтром, ну, типа фильтруется, она придет с небольшой задержкой. Ну, предположим, в 0,04 миллисекунды. Но этого будет достаточно для того, чтобы изменить форму нашего сигнала. То есть вот эта частота придет с задержкой, да, не так быстро, не так быстро, как придет вот эта. Вот эта придет у нас с нулевой задержкой, а вот эта вот с задержкой, например, в 0,4 миллисекунды. А это значит, что у нас форма волны изменится. Поэтому зачастую подобная компрессия, особенно когда у нас, у нас вообще-то здесь, ну, в этой фундаментальной частоте рабочего барабана, у нас вообще-то тут находится атака. Зачастую за счет вот этой задержки у нас может просто смазаться атака. У нас, например, вместо такого, да, она у нас может стать, ну, я очень условно вот какой-то такой, да. То есть атака будет более смазанная, менее читаемая и так далее. Поэтому вообще срезать что-либо на инструменте, не слушая его в общем миксе, это, конечно, ну, это прям, это вообще, короче, это охренительный скилл, охренительный. Вот, тем более, то есть он срезал, и здесь же он на частоте делает подъем, да, вот он поднимает здесь, то есть как бы тут этот фильтр, этот фильтр задерживает. То есть здесь задержка может быть очень большой. Ну, короче, в общем, мы получаем здесь вот фазовые задержки, иными словами, как у нас начинает наш компрессор работать по времени, ой, эквалайзер по времени нелинейно, вот, и мы можем таким образом убить сигнал, и, скорее всего, мы его таким образом убьем. Вот, поэтому если вы, когда вы отрезаете что-то у какого-то инструмента, особенно у инструмента перкуссионного, какого-то, у которого нам важна атака, обязательно критически важно слушать это все дело в миксе, чтобы понимать, а что у нас вообще происходит. Потому что, ну, и в первую очередь слушать атаку. Вот, потому что, как это не прозвучит странно, но именно эквалайзер может сожрать нахрен атаку, и, скорее всего, это самое сделает с ней. В токе до 12 килогерц. Еще раз. Ну, то есть, типа, он стал плохо звучать. Он прям плохо стал звучать. Далее у нас компрессия. Компрессор настраиваем по тому же принципу, что и бочку. Наша задача от 3 до 6 дБ сжатия. И чтобы компрессор прекращал свою работу к следующему удару барабана. Компрессия вообще может построить, ну, то есть, изменить вообще до неузнаваемости сигнал. Вот. И компрессор, например, в случае, если мы хотим сделать звук более пробивным, нам, наоборот, надо настраивать минимальную, ну, не минимальный релиз, но достаточно низкий релиз для того, чтобы, то есть, у нас выделялась атака, мы выделяем большую, сделаем большую атаку, да, сильно сжимаем звук, можно там и до 12 дБ сжать, да, вот. А потом, соответственно, минимальный релиз. И за счет того, за счет этого, у нас раздувает очень сильно звук, и в рок-музыке как раз, в рок-музыке он начнет пробиваться, пробиваться прям из микса, вылезать прям, выстреливать. А такая компрессия, ну, опять убьет звук. И он опять делает, ну, одну миллисекунду сделал. Ну, для ударных это капец, короче. Я не могу... Вообще, опять же, надо слушать. Иногда, ну, если ваша задача, например, прибить компрессии и атаки, то лучше, ну, на ударных вообще использовать для этого либо лимитер, да, либо клипер. Клипер работает охрененно. Можно еще, если нужно побороть пики, которые будут в любом случае после компрессии появляться, да, ну, на ударных, да и вообще они там в любом будут. Потому что это очень, с точки зрения, ну, звучание очень динамичный инструмент, когда мы его записываем. Сатурация, ну, да, тейп-лента, да, масло-масляное. Короче, сатурация при помощи каких-то эмуляторов ленты. Они тоже очень клево, очень красиво обрезают вот эти пики, вот. Делают это хорошо и гладко, и качественно. Вот. Ну, либо просто обычный клипер. На обработке томов подробно останавливаться не буду, так как... И не дает послушать до-после. Комжелезо ударной установки заключается в основном в эквализации. Что касается меня, то я просто вырезаю фильтром низкие частоты где-то до 500 Гц, чтобы по максимуму отсечь проникающие звуки бочки и рабочего. Можно немного приподнять полочным фильтром высокие частоты. Вообще, тут стоит вот что сказать. Во большинстве ударных установок современных есть возможность изменять уровень блидов, ну, то есть уровень проникновений в различные микрофоны. И заниматься вот такой вот эквализацией, это когда у вас живая записанная установка. Если же у вас электронная ударная установка, вы можете просто найти, где изменить уровень проникновения инструментов в тот или иной микрофон и просто убрать их оттуда. Вот и все. И не надо будет заниматься вот такой вот порнографией, если вдруг вам надо. Но я что хочу сказать. Есть много разных подходов в эквализации, вообще в сведении, в микшировании ударной установки. И я, например, ну, для меня изначально звук барабанов это комната и оверхеды. Вот. И поэтому, если начинать с введения ударной установки, я всегда начинаю с комнаты и оверхедов. Вот если мне, ну, то есть тембрально настраиваю и компрессирую именно эти два микрофона, ну, или группу микрофонов. И, соответственно, когда вот там есть классный, качественный, клевый, сформированный звук, тогда я уже перехожу к остальным инструментам. И у меня уже есть понимание, от чего мне не хватает. То есть дополнительные микрофоны, которые установлены на ударной установке, они на то и дополнительные. Потому что мы, скажем, сделали какой-то звук и добавляем, например, добавляем, скажем, веса при помощи микрофона с нейра и так далее. Если нам нужно больше яркости, то нижнего микрофона и прочее, прочее, прочее. То есть, да, можно там, например, вырезать низкие частоты, если мы работаем с каким-нибудь там более тяжелой музыкой. Да, можно отрезать на этих микрофонах низкие частоты, чтобы у нас бочка и малый барабан звучали, ну, как-то вообще вот, да, изолировано. Зачастую даже барабанная установка записывается таким образом, что барабанщик сначала набивает малый барабан, потом это, а потом оверхед уже играет, да. В тяжелой музыке такое практикуется. Но в рок-музыке там обычно достаточно раздутые и объемные барабаны, вот, и поэтому заниматься вот такой вот порнографией, я не знаю, типа, в этом особого смысла нет. Вот, надо опять же понимать, что современный звук всегда делается через дополнительное сэмплирование барабанов. То есть там очень часто от исходного звука барабанов, именно малого барабана и бочки, практически ничего не остается. То есть там обычно комната и еще чего-то, но чаще всего все звуки подменяются тригированием, за счет того, чего треки, получается, там звучат мощно. То есть если вы возьмете вообще, ну, я не знаю, там какой-нибудь Bring the Horizon, да, у них будет очень много сэмплирования в барабанах, и звук будет крайне сильно отличаться от того, который был исходно записан на ударной установке. Вот. В общем, это я к тому, что подходов бывает много, и не надо цепляться за то, что вот, значит, оверхеды, оверхеды от бочки вообще, на самом деле, ударный, по-моему, сводит, когда хип-хоп сводит. Я чаще всего просто вижу такое. Важной частью звукобарабанной установки является объем, который дают микрофоны комнаты. Для рок-музыки неплохим вариантом будет достаточно экстремальная обработка комнаты для того, чтобы придать драйв звучанию барабанов. Установим обрезные фильтры так, чтобы срезать все до 100 Гц и выше 10 кг рабочего и томов. Почему только к ним? Потому что с реверберацией надо быть очень осторожным, добавлять ее понемногу и только на определенные треки, а не на все, иначе получится каша. Создаем дорожку FX-эффекта с восстановлением компрессора. Добиться того, чтобы хвост реверберации исчезал прямо перед следующим ударом барабана. Как видите, все очень индивидуально и напрямую зависит от творчества. Переходим к сведению баса. Я все хочу послушать, как ударная установка в итоге звучит у него. Переходим к сведению баса. В общем-то, что и требовалось доказать. От бочки здесь только низкочастотный пинок и больше ничего. У барабанной установки вообще нет середины, потому что он ее всю порезал. А малый барабан звучит так, как будто бы на нем играет отдельный барабанщик в другой комнате. Теперь ударные у нас сведены. Самая трудоемкая часть работы позади. Ну то есть звука малого барабана его нет. Его прост, он отсутствует. Мы слышим только реверберацию от малого барабана. Я уже предвкушаю конечный микс. И на одинаковом уровне громкости. Так как именно тогда у нас будет, так необходимая жанру, плотная ритм-секция. Основная частота бочки у нас в районе 40-50 Гц, а у баса мы срежем все до 75 Гц. Подчеркнем атаку в районе 2 кГц. Теперь ищем паразитные резонансы и аккуратно вырезаем их узкими полосами. Далее настраиваем комп... Про паразитные резонансы я уже говорил в одном из своих видео, где я бомбил по поводу... Короче, в общем, по поводу резонансов. Их не надо искать. Если, ну, во-первых, если вы уж их ищете, то делайте тогда плюс, ну, там, 3, плюс 4 децибела. Не надо делать плюс 12 децибела, у вас там все станет резонансом. Плюс 3, плюс 4 децибела, проходитесь. Если что-то вдруг начинает там гудеть, подрезаете это немного. Но вот так вот 12 децибел задирать нет. Во-вторых, ищите резонанс тогда, когда вы их в звуке все-таки слышите. Вот учитесь слышать резонансы. Уважаемый товарищ сейчас занимается какой-то херней. Прессор с достаточно сильным уплотнением, быстрой атакой и долгим релизом. Примерно вот так. В сведении гитар самое главное – это отделить их от баса, попутно вырезая ненужные шумы и шипения в низко- и высокочастотных спектрах. Установим обрезной фильтр на 100 Гц, чтобы не мешать басу. Несмотря на то, что гитары являются среднечастотными инструментами, Так сводят электронную музыку. Вот так сводят электронную музыку. Именно в этом диапазоне часто прячутся паразитные резонансы, гудения и тому подобное, которые надо вырезать узкими полосами. Знаете, какая самая важная частота, ну одна из самых важных частот у гитары? Это около 800 Гц. Вот если вы хотите, чтобы ваша гитара стала чуточку злее, если хотите, чтобы ваша гитара именно приобрела тембр, вот тембр у электрогитары находится в районе 800 Гц. Если вы вырежете вот эти частоты в районе 800 Гц, давайте так, то у вас получится песок сверху, а снизу получится бубнеж. И по итогу вот самого тембра его не будет. Вот именно здесь находится тембр. То, что уважаемый звукорежиссер сейчас... Где он даже обосравнение не делает. Еще раз. Подобное. Подождите внимание вот на что, что здесь нужно попытаться услышать. То, что гитара фактически, ну она и так кусок песка. Вот. Ничего там в ней вообще нет. Но сейчас она дополнительно, когда он вырежет, она вообще перестанет звучать как-либо. Там просто будет... Ну, по сути. То есть он услышал резонанс. А за счет чего он услышал? Ну потому что там в этой области частот, там звук у гитары. И естественно, когда ты 12 дБ тонкой полосой задираешь, ты будешь там слышать что-то похожее на резонанс. Компрессировать перегруженные гитары чаще всего не стоит, так как дисторшн сам по себе достаточно уплотняет динамический диапазон. Все мы слышали такое слово... Компрессировать гитары стоит, потому что у ритм гитары очень нестабильный низ. И если не компрессировать гитару, ее можно не компрессировать, либо когда у вас на гитаре играет какой-нибудь там... Как его Антон Апарин, да? Я не помню. Ну, не помню, короче. То есть когда человек умеет управлять динамикой, либо когда вы срезали весь низ на гитаре. Ну, тогда ее не надо компрессировать. А так вообще-то у нее очень зачастую нестабильный низ. И если вы просто не будете компрессировать, то у вас по ходу прослушивания просто то этот низ будет появляться, то он будет пропадать, короче. Как мастеринг. Преимущественно этот процесс заключается в обработке мастер-канала, или мастер-шины нашего микса. То есть общего канала, через который звучат все остальные. Сперва поставим в инсерт мастер-канала наш динамический эквалайзер TDR-NOLA. С помощью него мы окончательно сформируем звук нашего микса. Здесь самое главное не переборщить. Нужно помнить о том, что любое наше действие на мастер-шине повлияет на весь микс в целом, а не на какой-то конкретный инструмент. Я еще раз срежу ненужные низы до 35 Гц. Ненужные верха выше 18 кГц. Во всем остальном можно экспериментировать в зависимости от художественных задач. Главное не поднимать и не опускать частоты выше или ниже 3 децибел. Иначе можно... Блядь, то есть вы понимаете, что он делает? Он, сука, он на мастер-канале, блядь, крутит эквалайзер, сука. И он крутит эквалайзер, и, блядь, он у него... Он даже не слушает микс. Он, блядь, не слушает микс. ...сильные перекосы в звучании и дисбаланс. Здесь же добавим легкую компрессию со сжатием не более 2 децибел и соотношением 1,5 к 1. Это нужно для того, чтобы как бы склеить все наши инструменты в единое целое, создать впечатление, что они сыграны живым коллективом, а не записаны по отдельности. Далее я обычно добавляю плагин сатурации от SoftTube с пресетом Light Mix Bass Distortion. Сатурация — это насыщение гармониками и искажениями, характерными для ламповой аппаратуры. Оживляет цифровое звучание. Побочным эффектом этого процесса является повышение громкости, что тоже важно, так как если вы сравните громкость современных записей и классических, то заметите, что последние десятилетия идет тренд на повышение громкости музыки, так называемая «война громкостей». Плохо это или нет — вопрос другой, но все мы вынуждены учитывать это обстоятельство. Теперь займемся расширением стереобазы. Сейчас наш трек звучит неплохо, но несколько зажато, недостаточно... Нет, он звучит хуёво, дружище. Он звучит пиздец как хуёво. Он звучал бы намного лучше, что если бы ты вообще ни хуя не трогал, выставил бы первичные балансы и просто бы закинул туда лимитер, блядь. Он звучал бы просто великолепно, блядь, по сравнению с тем, что сейчас он звучит. Для решения этой проблемы я использую плагин Ozone Imager. Здесь всего две настройки — Stereo Size и Width. Повышаем их, постоянно смотря на коррелометр. Нельзя допустить, чтобы он опускался до минус единиц, иначе будет противофаза. Ну и последнее. Теперь нам нужно поставить лимитер-максимайзер. Он максимально поднимет громкость нашего микса, но при этом не допустит перегруза или клиппинга. Я использую плагин LoudMax64 для этой цели. Установим параметр Out на минус 0,7 дБ. А Threshold таким образом, чтобы индикатор вжатия вот этот, не превышал минус 5-6 дБ. В противном случае наш микс сильно расплющится и станет хоть и громким, но вялым и безжизненным. Во-первых, я не совсем понимаю, зачем он делает минус 0,7 дБ. Обычно понижают исходящую громкость в зависимости от того, в каком формате выгоняют звук. То есть если вы выгоняете в MP3, там, если у вас в ноль выставлено, то у вас при рендере будет громкость больше, по-моему, на 1 дБ, если я не ошибаюсь. Вот. Там для этого это делается. Зачем специально делать микс на 1 дБ практически тише? Я вообще себе не представляю, зачем он в данном случае это делает. Он не объясняет. Опять же, опять какие-то цифры, блядь. Теперь сравним, как звучал наш микс до сведения. И после. Разница налицо. Шо-то хуйня, шо эта хуйня. Короче, так, ну-ка. Все плагины, которые я вам показал, являются бесплатными, и вы можете тоже ими пользоваться, скачав с сайтов производителей. Ну что ж, друзья. Короче, что я хочу сказать. Пожелаем, во-первых, автору данного канала купить или скачать себе книгу, настольная книга звука инженера, разобраться с тем, что такое баланс инструментов. Во-вторых, пожелаем ему расставить правильно мониторы, потому что, если он сводил вот в таком виде, у него Yamaha 5 стоят, они у него стоят, направленные вот туда. Вот туда. То есть не в уши ему, а вот туда. Это говорит о том, что он вообще ни хера не слышит. Вот ровным счетом вообще ничего. Это, во-первых. Во-вторых, вот эта вот бутафория сзади, которая стоит, пирамидковая, ее можно выкинуть. Вообще, если у вас есть пирамидки в квартире или дома, можете их отдирать и выкидывать. Они вам не нужны. Это я вам гарантирую на 100%. Вот. Поэтому, в общем-то, книжку неплохо было бы почитать и неплохо было бы мониторы все-таки развернуть так, чтобы твиттеры были направлены в уши. В уши. И таким образом, чтобы между головой и мониторами у нас происходил равносторонний треугольник. Неважно, на самом деле, какого качества у вас акустика, даже если вы там не купили себе какие-то мониторы, то лучше сделать так, чтобы, во-первых, по высоте динамики смотрели вам в уши, в данном случае, да, ну, соответственно, твиттер должен смотреть в ухо. Вот. И составляли равносторонний треугольник. Таким образом, вы будете правильно воспринимать звук. Ну, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. Во-вторых, если вы работаете с акустикой ближнего поля, то не очень рекомендуется, во-первых, акустика ближнего поля это акустика ближнего поля, поэтому для нее есть некоторые рекомендации. То есть, в вашем равностороннем треугольнике каждая сторона должна быть, ну, метр, может быть, метр, ну, там, десять. Полтора метра, если есть, это уже плохо. Это прям плохо. И, ну, типа, это уже среднее поле. Вот. Соответственно, как бы при такой расстановке мониторов, естественно, что человек ничего не слышит. А учитывая то, насколько низко они у него стоят, да, то он не слышит вдвойне. То есть, они у него бьют куда-то под мышки. Вот. Таким образом, ничего человек не услышит. Так что, если мы ставим уж так мониторы, то можно что-то под них подставить, чтобы они все-таки были тогда направлены под углом нам в уши. Вот. Либо можно взять поролон. У меня вот аудиокарта для этого, несколько аудиокарт сложенные, а с другой стороны у меня поролон есть, но я все себе никак не куплю эти подставки. Вот. В общем, короче, соответственно, при такой расстановке вот она, в общем-то, главная проблема. Если бы человек поставил бы хотя бы более-менее нормально мониторы, он бы уже, наверное, такого пиздеца бы не сделал. С другой стороны, когда ты работаешь с инструментами и нихера их не слушаешь и слушаешь максимум их в соло, а не в пачке, вряд ли что-то получится. Такие дела. Пишите, что вы думаете. Напишите, совершали ли вы такие ошибки. И если вы смотрели это видео без подписки на канал, подпишитесь. Ну и скажите, как вам такая рубрика. Мне на самом деле не очень нравится как-то, ну, вот подобного формата видео, да, но это правда, как по мне, паразитирование. С другой стороны, мы разбираем на живых, на живых примерах. Вот. Я запарился в этом халате и пойду-ка я, пойду-ка я отрежу что-нибудь у баса. Пока.